На Ябровском полигоне во Львовской области завершились международные учения украинских военных и тренеров НАТО. О самых ярких моментах и о том, каким будет продолжение сотрудничества, расскажет Галина Якушко. Десяток таких вот хаммеров паромом из США доставили на Ябровский полигон специально для международных учений Rapid Riding. Полсотни бронетранспортеров, боевых машин и еще столько же военных автомобилей задействовала в тренировках Украина. Да и не только наземный транспорт. Цегоречное учение Rapid Riding 2017, оно предупреждает не только сухопутную складовую, тут также залучено судно военно-транспортной авиации, это украинский летак Ан-26, а также американский С-130 и два геликоптера Ми-8. Вот один из американских самолетов пролетает над полигоном, открывает трюм, сбрасывает багаж. Груз спускается на специальных парашютах, на земле его принимают украинские военные. Так отрабатывают доставку продовольствия в экстренных условиях. Вот есть компотик такой, разводится с водой, тут еще сыр, пирог, какие-то печеньки. Это очень острое, такие специфические, не привыкшими до этого. А вот в этой палатке посреди Соснового леса командный штаб одного из батальонов. Продовольствие сбросили именно для этого подразделения. Здесь координирует работу трех рот, а это почти полсотни человек. Вся информация в зашифрованном виде. Украинские военные говорят, полученный опыт смогут использовать в зоне АТО. У них очень хорошо отработает блокирование операторов. У них очень интересная тактика, что до зачистки траншей противника. Когда я сюда ехал, то уже знал, что украинские военные очень профессиональны. У них больше 20 лет собственная армия. У них есть огромный военный опыт на востоке Украины. И мы учимся у них. Двухнедельные учения Рэпид Трайден подошли к концу. Теперь на Явровском полигоне ждут новых тренеров из США, Канады, Польши и Литвы. Они будут обучать украинских военных следующие 55 дней в рамках программы JMTGU. Галина и Кошки, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львовская область.